Так это моя команда. В 2014 году я ООО зарегистрировал. В 2016 году передал долю. Получается, у меня уже во всю инициальную работу. Во-первых, сотрудник я только нанял в 2016 году. Сейчас у меня штаб 15, из них 13 закрыто. В том числе и тректористы даже. У нас на стыке инвестиций, и тут же мы и с снегом, и коммуналкой, и все-все-все. Мы этим занимаемся, не стесняемся. Ну как-то так, это все, да? Спасибо. Спасибо большое. Я не буду сейчас вопрос задавать. Я думаю, они назреют в зале, когда мы весь комплекс разберем. Мы будем двигаться по нашей программе. Скажите, у нас есть возможность подключить Александра Сиваева? Да, да. Техническое оборудование. Да, отлично. Александр. Александр директор технопарка Красный Яр, город Красноярск. Собственно, интересно услышать ваш кейс. Вы также, я знаю, входите в совет по развитию инвестиционного климата при губернаторе Красноярского края. И вам, по сути, история создания парков, вероятно, известная как с позиции управления, так и с позиции, ну, собственно, со второй стороны, да, со стороны продвижения интересного бизнеса. В том числе и в рамках отдельных блоков. Не будем терять времени, я вам передам слово, пожалуйста, расскажите про то, как вы создавали ваш парк, какие были сложности, какие есть сложности, как вы с ними работаете. Кто ваш инвестиционный? Кто ваш инвестиционный? Там есть у нас связь с коллегами? Еще и пожалуйста не ставьте. Мы его не видим и не слышим пока. Хотя других коллег и видим мы слышим. Там на его стороне нет. Ну, смотрите, у нас возникла пауза, а при этом Дмитрий остался без вопросов. Мы можем ее наполнить, да, и коллег, если есть какие-то вопросы, комментарии, давайте зададим. В общем-то, сразу же понятно, как бы ваша схема, вы стараетесь мыслить и двигаться, как это называется, мыслить наперед и двигаться в направлении. Интересен ваш подход управляющей компании, что вы делаете фокус не на конкретной отрасли, да, допустим. Начали тоже, по сути, со строительных материалов, но при этом ваше представление управляющей компании распространяется на другие отрасли, на обрабатывающие и прочее. Это ваше, я так понимаю, собственное видение или вам кто-то подсказывает? Да нет. Когда только начинали индустриальный парк, это понятная была история. Мы отбирали проекты, которые нам не рассказывали сказки, что они будут продавать хотя бы на всю республику свой товар. А мы руки жали только тем, кто говорил, что я закрою рынок в городе Якутской и ближайших двух трех луксов. То, что понимали, что по-другому точно ли не окупится. И кто-то, если говорит, что я полмиллиарда дружу, надо продавать куда-то. Ну, нереально. Поэтому у меня там первый проект – это 20, 30, 40, 50 миллионов автоматов. Хорошо. Спасибо. Ну, а потом уже остальные… У нас концепция ТОРа. В ТОРе у нас почти все АКВЭДы есть, кроме Дегута Алмазов. Все отлично. Коллеги, к нам Александр подключился. Александр, вам слово. Прошу прощения. Что-то со связью, прошу прощения. Немножко это… Стоит с нашей Родиной стабильное соединение, к сожалению. Да, и в первую очередь хотел поблагодарить организаторов за приглашение выступить, рассказать о нашем опыте работы. Вот, я начну свою презентацию кратко с истории создания нашего индустриального парка. Вот, и прогулся нашими небольшими лайфхаками о том, как вообще создавать индустриальные парки. Данные лайфхаки мы сформировали на основе нашего уже 10-летнего опыта работы. Вот, надеюсь, что коллегам Агентства развития и всем присутствующим они пригодятся в текущей деятельности. Я сейчас включу презентацию. О, прохитную. Ага. К сожалению, ваш экран не видно, все-таки надо демонстрацию экрана включить, Пожалуйста, попробуйте, мы вас слышим, только не видно ваш экран, у вас демонстрацию экрана вы можете включить? Я вас не не слышу. Микрофон включите, пожалуйста. Пожалуйста, включите демонстрацию экрана, мы не видим ваш экран. Я вот это пытаюсь сейчас сделать. Там зеленая стрелочка, права у вас есть. Не получается что-то у меня. Давайте мы покажем. Да, мы будем показывать вашу презентацию, вы нам говорите, когда переключать слайд. Да, вы говорите. Да, спасибо большое. Прошу прощения еще раз. Да, можно следующий слайд, точнее первый. Витальность проекта индустриального парка «Красный Яр» мы с партнерами начали реализовывать в 2012 году. Проект полностью частный, реализуется на частные деньги. На сегодняшний момент мер государственной поддержки индустриальному парку не оказывается. На сегодняшний день мы имеем 19 гектар земельных участков, порядка 70 тысяч квадратных метров производственных складских помещений, и более 10 тысяч квадратных метров офисных помещений. На территории парка работают 74 компании, из которых 12 являются резидентами, то есть оставшиеся пользователи инфраструктуры. На территории парка создано 1373 рабочих места. Общий объем актуальных отложений на сегодняшний момент повышает 650 лунок рублей. По уровню заполняемости парка 97%. Здесь встреча от первого ученика парка. Всего парк состоит из двух очередей. Будьте добры, следующий слайд. Здесь кратко показано то, как мы развивались с 2012-2021 год. Я не буду данные цифры называть. Прекрасно видно, что занимает наше время. Следующий слайд. В процессе работы мы с коллегами из управляющей компании были 6 шагов, которые необходимо предпринять для того, чтобы проект индустриального парка на территории был удачным. Первый шаг следует, наверное, из всех наших теоретических и практических знаний, будет исполнен анализ сайта. Для индустриального парка имеет значение, на наш взгляд, прогнозировать 5 составляющих в рынках муниципалитета, либо в конкретном регионе, где предполагается реализация проекта. В частности, первый и самый важный – это анализ наличия масштабов индустриального проектов на территории муниципального образования. Не секрет, что многие резиденты индустриального парка являются предприятием малого и среднего бизнеса, которые в силу своей специфики являются сервисными предприятиями для каких-то больших и крупных проектов. То есть, они либо строят для них, либо поставляют оборудование, либо помогают им продавать и обслуживать продукты. Поэтому наличие крупных индустриальных проектов очень важно для экономики индустриального парка. Необходимо проанализировать все ту малого и среднего бизнеса, поскольку, в первую очередь, как я уже сказал, именно они являются основными ключевыми клиентами индустриального парка. Необходимо также посмотреть на то, как осуществляются транспортно-логистические потоки на территории региона. Это важно как с точки зрения экономики резидентов индустриального парка, так и с точки зрения возможности работы с логистическими операторами как с резидентами. Ну и немаловажный момент для индустриального парка – это наличие финансовых институтов и институтов развития муниципального образования, либо региона. Сейчас в Красноярском крае, знаете, существует корпорация развития Елисейской Сибири, и на территории каждого города существует агентство развития, первое агентство развития Норильска. Данные институты призваны, конечно, поддерживать такие проекты и оказывать всяческую помощь, и более того, по поводу, что наша работа является одним из каналов продаж услуг индустриального парка. То есть инвесторы, находящиеся на территории, в первую очередь, оказываются не на территории индустриального парка, они приходят в администрацию либо в инвестор развития. Следующий слайд, пожалуйста. Здесь мы попытались кратко, буквально за два дня, прогнозировать возможность и необходимость создания индустриальных парков на территории Норильска, арктической зоны Красноярского края. И вот все те шаги, о которых я сказал, из публичной информации постарались собрать, мы тоже не будем перечислять. Думаю, что коллеги просто посмотрят, как там не стутся к тому, что мы писали. Но ключевой вывод, что по шагу номер один создание индустриальных парков представляется возможным и необходимым. Коллеги, следующий слайд, пожалуйста. Ну, здесь тоже четвертый и пятый шаг анализа. Следующий. Второй шаг, значит, очень важный, это выбор целевой аудитории индустриального парка. Как правило, большинство индустриальных парков исходит из того, что ключевым резидентам, клиентам индустриального парка могут поступать только технологические предприниматели. То есть те ребята, которые придумали какую-то идею или рынок, соответственно пришли в индустриальный парк и стали его резидентами. Мы выделили четыре таких возможных категории клиентов, с которыми потенциально может работать управляющую компанию индустриального парка. Это те самые технологические предприниматели, это отраслевые стратегические инвесторы, те, которые, соответственно, заинтересованы в финансировании первых категорий технологических предпринимателей, создания для них условий технологических для развития технологий и активного участия в этом бизнесе. То есть это те люди, которые понимают данную конкретную отрасль, например, машиностроение, и хотят каким-то образом расшириться либо индустриального технологии. Третья категория очень сильно похожа со второй, называется финансовый инвестор. Это, по сути, те же самые люди, которые готовы инвестировать в резидентов индустриального парка, либо в создание его инфраструктуры. Но стоит лишь разница, что они не являются специалистами, то есть они не понимают конкретной отрасли, но у них есть свободный денежный ресурс, и они готовы их к вкладу. И четвертая группа – это девелопмент. В настоящий момент видим очень такую хорошо развивающуюся тенденцию в стране – это организация различных территорий приближающего развития от асеров, которая особенно хорошо пришла сейчас развиваться на Дальнем Востоке, и особых экономических зон. Но в чем, на наш взгляд, есть небольшая проблема? В том, что тассер и особая экономическая зона – это все-таки юридическая оболочка. Физическую инфраструктуру в тассерии и в Уэзии создает государство, и в силу этого получаются очень большие сроки, и зачастую сложно прогнозировать. В настоящее время есть несколько успешных опытов реализации сотрудничества для решения проблемы тассеров по вызову с одной стороны и индустриальных парков частных с другой стороны. В качестве примера можно привести Дальний Восток, тот же самый ТОР «Надежинская», и реализовывать в рамках данного ТОРа проекты индустриальных парков «Приморск». Что позволяет сделать такое сотрудничество? С одной стороны, есть юридическая сущность, предоставляющая налоговые льготы для резидентов ТОР. А налоговые льготы резидентам ТОР – они гораздо интереснее, чем для резидентов ТОР. Есть государственная финансированная инфраструктура – это с одной стороны. А с другой стороны, появляется частный или, возможно, государственный инвестор, который обеспечивает строительство для технического предпринимателя. Как раз таким клиентам в особой экономической зоне может выступать вот этот частный делок, что позволяет, соответственно, распределить риски между тремя участниками, то есть государством и его технологическим предпринимателем. Восходить в организацию данного проекта и улучшить технологические показатели проекта для всех участников. Мы теперь обращаем следующий слайд. С третьим шагом необходимо провести выбор локаций, то есть где непосредственно размещать данный инвесторальный парк. Здесь я выделил шесть шагов. И первое, безусловно, это необходимо провести анализ компонентов. То есть надо смотреть, где вообще существуют промышленные и спортские помещения, частные, муниципальные, может быть, на территории данного региона, насколько они заполнены, данные помещения, насколько пользуются спросом, какого они качества, соответственно, и какие услуги предоставляют для президента. Необходимо посмотреть возможность подключения инфраструктуры, потому что предыдущего я бы абсолютно верно сказал, что для индустриального парка очень важно наличие и электрической энергии, и воды, и возможности водоотведения. По транспортной структуре я уже, соответственно, говорил. Много проблем в индустриальном парке сталкиваются при выборе непосредственно земельного участка функциональными зонами, потому что не всегда удается найти земельные участки с требуемым видом разрешенного использования земельного участка функциональными зонами и так далее. Ну, безусловно, все мы прекрасно понимаем, что без людей ни один индустриальный парк здесь не будет, поэтому анализ наличия удобных ресурсов, требованных квалификации, но если не шаговый, то адекватная доступность – это, безусловно, важный вопрос, который также необходимо учиться при поиске площадки. И необходимо проанализировать возможность применения региональных и федеральных референций на территории данного конкретного муниципального образования. То есть на сегодняшний момент мы видим, что федеральное законодательство по поддержке муниципальных парков сформировано и очень активно развивается. Регионы подходят к вопросу по-разному. Есть регионы, которые у нас в передовиках, например, там Колоба, Валяновск, Ипицк. Есть регионы, которые только формируют это законодательство, например, наш красноярский проект. Но, тем не менее, это очень важная связка, поскольку без региона федеральные деньги не получат. И региональное законодательство очень важно для реализации проекта индустриального парка. Будьте добры, следующий слайд, пожалуйста. Здесь тоже такой небольшой локальный анализ, который говорит о том, что реализация индустриальных парков имеет право на существование на территории Лондон-Норитика. Это может быть следующий слайд. Четвертый шаг – это, безусловно, формирование уникального торгового предложения для резидентов. Ведь в чем сложность реализации проекта индустриального парка? Многие резиденты зачастую не понимают, что это индустриальный парк, просто принимают это часто как простой договор аренды, за который, собственно, надо платить, и в качестве услуги видят исключительно квадратный метр, который они берут для реализации своей деятельности. Наши предложения заключаются в том, чтобы формировать ТП следующим образом. То есть реальный парк должен снять с инвестора все метрофильные задачи, не связанные с его бизнесом. Сюда должны подключаться и обеспеченность его щадями, обеспеченность его необходимыми ресурсами, при необходимости помочь финансировать проекта. И самое главное сделать это все для него удобным, говоря модным нынче теменом, одно окно. То есть у инвестора, у технологического инвестора, должно по-хорошему остаться только все, что связано с оборудованием и с его технологией. Все остальные задачи должен взять для себя инвесториальный парк. Будьте добры, следующий сайт. Вот это, соответственно, подразумевает разделение сервиса на две части. То есть это обязательные сервисы, называется мастер, которые, безусловно, должны быть, без которых индустриальный парк, которым появляться не может. Сюда относятся обслуживание зданий и сооружений, обслуживание инфраструктуры всей сетевого хозяйства, обслуживание дорог, безусловно, наличные связи, наличные точки питания и так далее. И, возможно, дополнительные сервисы, из которых причем я бы назвал «Пилоксус Ю». Это наша площадка. Всю первую очередь мы построили именно по методике «Пилоксус Ю». То есть мы не строили спекулятивные квадратные метры. Мы сначала находили резидента, подписывались на техническое задание, и потом под это техническое задание, соответственно, строили, либо построили помещение. Наши опыта работы позволяют приобретать следующие статистики. Индустриального парка, как сейчас нам довелок в схеме «Пилоксус Ю», позволяет экономическому предпринимателю сократить сроки реализации проекта от 3 до 9 месяцев и сократить капельцы на входе с капитальной затратой от 18 до 52%. У нас получается такая статистика. Ну, остальные дополнительные сервисы, они имеют право на существование, но по нашему опыту на территории и восточной части страны и вещи, как услуги под привлечением и финансированием, проведением бухгалтерского учета, особый спрос у резидентов не пользуется. Но, тем не менее, многие индустриальные парки их готовы предоставить при необходимости. Они есть и оказывают дополнительный плюс в формировании УТП для резидента. Будете добры, следующий слайд. Шаг 5. Источники финансирования необходимо определиться. Коллеги пишут, что у меня осталась одна минутка, поэтому буду коротко. То есть, здесь я указал основные источники, откуда возможно финансирование. По большому счету, это три источника. То есть, собственные средства, банковские деньги, кредитные ресурсы, те самые субсидии и различные меры поддержки государства. Подробные будут анализы. И следующий слайд. Здесь проблемы, которые возможны при получивании данного финансирования. И еще, пожалуйста, следующий слайд включите. Вот и слот анализ. Мы, в отличие от традиционных схем проведения анализа, отнести его все-таки на конец, поскольку для него важна входящая информация, которая перечислила в первых шагах. То есть, у проекта есть угроза. Это длительные сроки окупаемости проекта. На сегодняшний день 8-12 гал. Высокая цена вхождения в проект. Сложность с тобой инсидентов. Их, в принципе, не очень много на территории регионов. Вот и те, которые есть еще. Многие стараются делать это все за свой счет. Часто повышая риски своего проекта. Эти все вещи необходимо учитывать при реализации проекта «Индустриальный парк». Следующий слайд. Ну и какие возможности, соответственно, дает реализация проекта. Все мы понимаем, что сейчас растет спрос на промышленную, спрос на недвижимость. Для финансовых инвесторов как консервативная инвестиция с высоким доходом. Возможность формирования этого дохода и увеличения стоимости объекта недвижимого имущества. К плюсу можно также отнести то, что все заботы по управлению данным объектом берет на себя управляющая компания. И, соответственно, инвесторы ограждены от неслышленных для них функций. Следующий слайд, пожалуйста. Используя вот эти шаги, мы пришли к приводу в том, что мы будем реализовывать в вторую очередь проекта нашего. Выглядеть она будет вот примерно так. Это фотографии не нашего парка, это то, что мы хотим сделать. С примерной схемой планировки предполагается в рубе тысячи квадратных метров. Следующий слайд, включите, пожалуйста. Таких показателей мы предполагаем достичь на второй очереди проекта через 10 лет. Доклад окончен. Спасибо за внимание. Спасибо большое. У нас, если можно, прийти на заставочку, пожалуйста. Я думаю, что следующий слайд у нас офлайн. Да, у нас следующий по очереди Юлия Грибанова, руководитель проекта корпорации развития Сахалинской области. Сейчас я нагонила время, не переживайте. У меня очень быстро. Просто кликер. Я конкретного проекта, самого руководителя, руководителя IT-парка, но мы когда с Романом обсуждали, у меня основной модуль завтра, но у меня еще есть прекрасный опыт взаимодействия с промышленным парком на территории города Железногорска, потому что этот проект происходил на моих глазах с моим участием. К счастью, к сожалению, не могу отнестись, для представителей региональных властей депутатов, которые за всех задают этот вопрос. И есть два индустриальных парка уже на территории Сахалина, который сейчас стартует. И моя история очень сильно похожа на Димину, когда я занималась инкубатором, и есть резиденты маленькие, которые подросли, и приходят, говорят, Андрич, куда? Ну вот, собственно, куда? Появление на территории Железногорска промпарка было связано с тем, что две государственные корпорации сказали, что он нам очень сильно нужен. Это Роскосмос и Росатом. Отсюда, наверное, вот первый экспертный вывод, простят меня опять-таки все слушатели, не верите к госкорпорации. Потому что изначально было заявлено около восьми проектов, которые должны поливать с резидентами промпарка именно для создания экосистемы вокруг технологических процессов этих корпораций. По факту только одна компания, малокосмические аппараты, единственный проект, под который строилось помещение, в котором до сих пор находится, это прекрасная компания, мне очень сильно нравятся ребята, технологичные инженеры, прям такие заряженные, очень советую, кто интересуется малокосмическим аппаратом, с ними сотрудничать. Ориентир слушай на бизнес. Бизнес честный. Он пришел, сказал, мне чуть-чуть, и я могу маленько. И с ними гораздо интереснее работать, и они, наверное, не настолько присыщены радостями государства, и очень с ними интересная стирательная работа. Сейчас уже, надо сказать, ситуация гораздо лучше, чем была, наверное, при его открытии. Уже сейчас находятся 11 пользователей инфраструктуры. Это у нас новый термин из новых поправок Федерального закона о промышленных технопарках. И я знаю, что еще две компании заходят. Из них, из этих 11-4 уже в ТССРе. Это вторая история про ТССР. На Дальнем Востоке ситуация с ТССР просто прекрасная. В Железногорске это город Русатома. А там ТОР мы ждали 3,5 года внесения изменений в федеральный закон. 3,5 года. Ну, то есть 3,5 года я, честно, ворола своим президентам, что еще вот год и преференции пойдут. Ну, соответственно, тут тоже очень сложная история. Хотя на Дальнем Востоке, еще раз повторюсь, очень все быстро, соответственно, происходит. Надо увеличить территорию. Один раз в год, вместо изменения законодательства поменяли воздемельные участки. Хоку тоже на среднем участке. Пожалуйста, дальше живем. Здесь чуть сложнее у нас получается в регионе. Ну, поэтому, если вы хотите в том числе ТОР или какие-то какие-то большие преференции заходить, нужно обязательно в моем случае учитывать. Ну, вот, собственно, он живет. Промпарк вопреки или благодаря, я не знаю до сих пор, по какой стратегии. Ребята, бизнес-инкубатор, по-прежнему, с управляющей компанией, ну, такой неофициальной управляющей компанией, потому что то постановление, по которому был промпарк запущен, было всего три в России достроено, и, по-моему, полтора работы. Ну, вот, они не подходят ни в техном парке, ни в индустриальные парки, и та программа закрылась, новая не началась. Ну, в общем, у них там все очень непросто. Если говорить про Сахалин, там выводы немножко сделали. Ребята запускают, наверное, два таких основных больших технопарка, хотя тоже они не заходят ни под одну федеральную программу, кроме того, что у индустриального нефтеказового парка у них участки соблодаются там толпы, не с толпы, а с тассером, и они теперь там сейчас делят преференции. Здесь уже по-другому пошли. Пошли от бизнеса, пошли от заказчика. Я хотела бы знать, что на территории Сахали находится несколько больших нефтяных проектов с участием иностранного капитала. И здесь уже подписаны...